Весокосный 2020-й, огорошивший всех жителей планеты до то ли неизвестным вирусом COVID-19, наконец-то ушел в историю. Связано ли это с повсеместными карантинами и режимами так называемой самоизоляции, но по словам начальника пожарно-спасательной части номер 52 Ивана Оводова, за истекший 2020 год на территории нашего города и района наблюдалось устойчивое снижение числа пожаров и связанных с ними травматизма и гибели людей. Так, за истекший период 2020 года произошло 270 пожаров в аналогичном периоде 274, при которых погибло 2 человека, в прошлом периоде 9 человек, травмирована осталась цифра та же. Данная статистика показывает наглядный положительный результат проведенных комплексов профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Также хорошую роль играют подворовые обходы с инструктажом населения и вручения памятки профилактических мероприятий, а также действия личных людей при пожарах. Также анализ обстановки с пожаром на территории Ярского района показывает, что основные пожары возникали в частном секторе. Это горение жилых и заброшенных домов, горение бань и также хозяйственных построек. Основные причины возникновения пожаров – это неисправное печное отопление и неисправная электропроводка. Как рассказал Иван Оводов, широко распространенное мнение, что неосторожное обращение с огнем при курении отдельных малосознательных и зачастую нетрезвых граждан также является одной из основных причин, возникающих в жилом секторе пожаров, ушедший 2020 год практически не подтвердил. Нет, конечно же, подобные случаи были, но при сравнительном анализе их число оказалось крайне незначительным. Как показывает статистика, подавляющее большинство пожаров происходит все-таки по причине неисправности либо печного отопления, либо электропроводки и бытовых электроприборов. Поэтому собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, необходимо своевременно, периодически проверять свою печь, дымоход, вычистять сажу, проверять наличие трещин, также замазывать их сразу. Запрещается использовать электропровода, имеющие видимые повреждения. Кроме этого, говорит Ивановдов, категорически запрещается перегружать электросеть, одновременно подключая к ней сразу несколько электрообогревателей. Суммарная мощность таких приборов может накалить электропроводку до критической температуры и короткого замыкания тогда уже просто не избежать. А это прямой путь к возникновению пожара. Как ни странно, но не перевелись еще у нас самородки-изобретатели самодельных электронагревательных приборов. Изделия эти, как правило, крайне ненадежные и зачастую становятся причиной пожароопасной ситуации. Дорогие ярцевчане, помните, если вы не хотите сгореть вместе с собственным жилищем, используйте электрообогреватели только с заводского производства. Прежде чем начать использовать электрический прибор, необходимо ознакомиться с его инструкцией. Нельзя использовать нагревательный электроприбор вблизи загорающихся материалов, то есть штор, мебели и так далее, соблюдать дистанцию. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилье от пожара. Ведь пожар легче предотвратить, чем потом переживать его последствия. И еще одно очень важное напоминание в канун столь популярных в нашей стране крещенских купаний. По данным метеостата, в наступившем 2021 году традиционные крещенские морозы обещают быть крепкими, как никогда. В таких погодных условиях желание проверить себя на прочность и с головой окунуться в ледяную Иордань может привести к непредсказуемым последствиям.